И у нас тут опять отличаются американцы в школе, и потом вам сказали, что так, не говорят в Америке. В Нигерии больше слышно а, бам, а в Америке говорят бам. Есть такое понятие, как flap tea, которое вы слышите better, water, smarter. Hey guys, what's up? Сегодня у нас будет особенное видео, потому что мы поговорим про произношение и акценты. Мы попросили четырех нейтивов из разных стран записать видео, как они произносят слова. Ну и мы с вами их, конечно же, разберем. Тема произношения это очень интересная штука, потому что ваше произношение может зависеть от того, как у вас работает рот, от ваших физиологических особенностей, от местности, где вы родились, и еще от многих других факторов. Но Ника попросила меня не углубляться. Если вы смотрели сериал Peaky Blinders, то вы, и причем вы его смотрели в оригинале, это тоже очень важно, то вы слышите, какой там у них акцент. Например, слово cut на американском английском оно произносится как cut, там а звук. Но в Британии в некоторых районах, так сказать, говорят не cut, а cut. Но я не могу правильно произносить, у меня вообще не выходит британский акцент, поэтому я даже не буду стараться. Но вы услышите британцев на наших видео, поэтому стартуем. Сейчас скажу такое слово Так вот, в этом слове, особенно в американском английском, особенно это чувствуется, потому что дифтонги, особенно эй, да, не так сильно заметны у американцев, и поэтому в слове hairy звучит hairy, вот такой вот звук. Вот в этом видео вы можете наблюдать такую характерную американскую черту, постоянно экать, вместо того, чтобы говорить а. Например, как в Австралии, или Британии, или Нигерии, у них это слово звучит как a, aren't, а у американца это похоже больше на ant. Но даже в Америке это не во всех штатах, потому что, например, я жила в штате, там где говорят aren't, а не ant. Интересно, что тут американец произнес это слово как controversial. Все остальные ребята сказали controversial. Но, опять-таки, возвращаемся к вопросу о том, что Америка страна большая и много разных штатов. Я, например, все время говорю controversial. Когда я проходила курсы по преподаванию, то там у нас был тренер, которая была из другого штата. И моя тренер говорила controversial. Она слышит, как я говорю controversial, а я слышу, как она говорит controversial. И мы начали спорить насчет этого. В итоге мы достали словарь и посмотрели, что оба произношения правильны. И можно говорить и controversial, и controversial. Кстати, если ты сомневаешься не только в том, как правильно произносить слова, но и в том, как правильно учить английский, то переходи по ссылке в описании. У нас есть для тебя тест, который поможет определиться с форматом обучения. Опять же, произношение вот этого вот слова у британцев, нигерийцев и астралийцев практически одинаковое. Только у британцев оно звучит немножечко чище. А вот у американцев оно другое, потому что они выговаривают и конечный звук er в конце, то есть выходит later. Это тоже одна из характерных особенностей американского английского. Опять же, наш любимый дифтонг I, который звучит чище в британском, нигерийском и австралийском акцентах. И у нас тут опять отличаются американцы, которые произносят звук r в середине слова и не произносят звук х в начале слова. А австралийцы, британцы и нигерийцы, они говорят чуть-чуть по-другому. А вот в продуктовом магазине мы видим всю разницу в данных акцентах, потому что в Нигерии говорят это слово через ш. В Америке просто говорят groceries, а в Канаде и в Британии особенно слышен дифтонг O, groceries. А тут основная разница идет в слове direction, потому что в Нигерии говорят die, а в Америке говорят the direction. В этом слове опять слышно американцев, которые выговаривают r, которые говорят world, а в других акцентах такого нету. И вот этот вот гласный о, он отличается у каждого. Опять-таки американцы любят звук r и даже в этом слове они его обязательно произносят в конце. И вот опять вы видите разницу в произношении звука a, насколько оно разнообразно. В Америке это будет через e, grass, а в Британии, в Австралии это через a, grass. Ну и тут вот ваше любимое can't, которое вы учили в школе и потом вам сказали, что так не говорят в Америке, в Америке говорят can't, и что can't значит чуть-чуть другое, особенно в Америке. Так вот, на самом деле вот это вот плохое слово, которое вы не хотите произносить, звучит на самом деле по-другому, потому что оно пишется через you и там даже другой звук. Поэтому произносите can't, если вы хотите, и произносите can't, если вам так тоже нравится. Вот в этих двух словах, в parents и eight, вы видите больше, как американские и нигерийские акценты, они немножечко похожи в этих случаях. Как и с direction, direction, опять вопрос один в тонке, мы говорим advertisement или мы говорим advertisement, то есть вот это вот i читается как и или как i, но у меня есть выход для вас, просто говорите ad. Здесь мы слышим, как в Нигерии произносится вот этот вот rolling r sound. В Америке он как наш обычный r, а Австралия и Британия, это вот это вот благородное o, work, и не произносят звук r. У нигерийцев вот это слово больше похоже на water, да, то есть на воду вообще, американцы как всегда произносят диктон a и окончание r, что дает нам не запутаться. В Нигерии больше слышно a, а в Америке говорят bomb, то есть через o. И опять-таки вопрос к тому, насколько по-разному произносятся именно гласные звуки в разных акцентах. Вот это слово очень интересное, потому что тут вы можете наблюдать вот особенности произношения звука c в английском. Есть такое понятие, как flap t, которое вы слышите в better, water, smarter, когда t не произносится звонко, оно произносится как d, больше похоже на d. Так вот, вот тут вот это слышно, но, например, в Британии часто можно услышать, как они произносят это слово как better, то есть делая такой глотал стоп, как бы останавливая воздух у себя в горле и делая better. Особенности произношения either, вечный вопрос either или either, как видите, можно и either, можно и either. Опять-таки интересные вариации произношения буквы t в британском, нигерийском и австралийском t и u, да, вот это вот to, слились воедино и создали звук ч, Tuesday. И так часто говорят в Британии, я это часто слышу в британском акценте. А в Америке говорят просто Tuesday, то есть звонкий звук t. Tuesday, не Tuesday. Это извращение над языком. Так вот, ребята, какой мы вывод можем сделать, посмотрев все эти видео? Ну, вывод тут на самом деле один, и он очевиден. Вариантов произношения слов существует масса. Есть куча разных диалектов, они отличаются в каждой стране, да и в одной стране вы увидите миллионы разных произношений. Поэтому стремиться к какому-то чистому американскому акценту или чистому британскому акценту, это, ну, практически нереально, потому что чистого акцента не существует. Точнее, он существует, и его специально тренируют актеров, когда они играют в кино, их тренирует специальный коуч, который говорит им, как правильно звучать. Но на практике это не так. Пишите нам в комментарии, что вы думаете по этому поводу и напишите, какой вам акцент понравился больше всего. Ну и, конечно же, ставьте лайк, подписывайтесь и увидимся в следующем выпуске. Субтитры подогнал «Симон»!